Грязь, лужи и слякоть. Жители микрорайона Пальмира, проживающие на 11-й линии, никак не дождутся обещанного асфальта. Дорогу затапливают водой уже который год подряд, но власти не спешат включать ее в список подлежащих к ремонту. Жители пытаются решить проблему своими руками, засыпают в яму песком и гравием, но этого хватает ненадолго. О том, почему улица не попала в число безопасных и качественных дорог и по какому принципу формируется реестр, расскажет Патимат Ханапова. История с улицы 11-я Пальмирная тянется уже несколько лет. Такие наводнения здесь обычное дело. Затапливают ее не только по весне, но и летом, после крупных дождей. Здесь вовремя дождей невозможно пройтись даже в сапогах. Детей на руках выносит. Страшно, можно сказать, здесь. Единственный человек, который нам помог, сосед. Все, правда, простояло, чтобы более-менее пройтись. А также здесь и ливни, дожди. Не стоит, что здесь пройтись даже. В сапогах невозможно. Осталось привезти лодку нам. По очередности приоритета в улице занимает далеко не первое место. Поэтому в план капитального ремонта она не попала, хотя обещали включить. Но кроме обещаний, жители за эти несколько лет так ничего и не дождались. Вот все бумаги, на мои запросы, которые были переданы через главу республики на погорячей линии, все есть ответы. Но действий никаких нет. Изменений нет. Вроде бы, если так задать вопрос, налог за землю мы платим, имущественный налог мы платим, спрашиваются, а куда эти деньги уходят. В контролирующих органах нам объясняют. В Махачкале улиц, требующих ремонта, около двух тысяч. И провести работу вмиг на всех этих объектах не предоставляется возможным. Все, как и всегда, упирается в бюджет, а он ограничен. Поэтому ежегодно приходится выбирать из огромного списка, сортируя улицы по степени важности. Чаще всего в список БКД включаются улицы, которые находятся в центре города, ближе к больницам, школам, то есть густонаселенные участки. А те улицы, которые остаются на периферии, про них не забывают. Но первоочередные, по критериям, когда выбирают, выбирают улицы, которые находятся в центре города Махачкалы, для того, чтобы дать какой-то импульс развитию центральной части города Махачкалы. Кроме того, на этой улице отсутствует канализационная система. Эту проблему назвали нам в УЖКХ одной из основных причин, по которой улица не была включена в список. По условиям проекта, безопасные и качественные дороги, прежде чем проложить асфальт, важно, чтобы все ресурсоснабжающие организации провели необходимые работы. Смотрите, у нас есть такая проблема, что касается отведения сточных вод на данной улице. И в общем, на садовую товарища Пальмира проложить асфальт, где еще не обустроено отведение косточной воде, мы не можем провести эту работу. Почему? Потому что это будет сделана работа просто на ветер. Постоянные дожди, потоки, что в последующем приведет к разрушению асфальтно-бетонного покрытия на данной улице. Нюансов много, однако от этого людям не легче. Проблемы копились годами, часто вагоны оказывались впереди паровоза. На улицах без освещения и канализации вырастили поселки, которые на карте город, а по факту сельская местность, где нет всех необходимых городских коммуникаций, о которых должны были раньше позаботиться чиновники. А теперь размытая дорога, как и размытая система ответственности не дают ни проехать, ни пройти. Будем надеяться, что жителям этой улицы не придется ждать обещанного еще три года. По поводу улицы Пальмира мы уже выезжали на данную улицу, видели, что улица на самом деле нуждается в реконструкции. Пофоткали ее, занесли на карту убитых дорог, отправили на сегодняшний день данную улицу в управление жилищно-коммунального хозяйства. И я думаю, к 2021 году ее включат в список, потому что на сегодняшний день списки 2020 года уже сформированы, и они опоздали, то есть не попали в этот список. Они будут включены в 2021 год. По крайней мере, мы постараемся и еще раз дополнительно попросим, чтобы данную улицу включили в список 2021 года. Патемент Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.